Всем привет, дорогие друзья! С вами Енот, а это клуб настольных игр «Мир в коробке». И сегодня мы проводим распаковку на базе клуба настольных игр «Хобби Веллд». Точнее, «Хобби Геймс», потому что мы в Украине. На распаковке у нас игра «Демократия». Редкий тип игр, где мы будем бороться с коррупцией. Ну что, посмотрим, как это делается у нас. «Демократия» — не дай диктатору захватить власть. Как в жизни. Игра от 12 лет, от 4 до 8 игроков, от 5 до 60 минут. Хм, прямо интригует. За 5 минут свергнуть власть опасно. Игра отечественная, что, в принципе, радует. И игра достаточно уникальная. То есть, игр на тематику борьбы с коррупцией, ну, в принципе, раз-два я пчелся. То есть, я только там старенькие игры помню были. Но есть еще пара современных, но тоже там нет такой явной. Тут прям вся тема игры посвящена именно борьбе с коррупцией или наоборот. Ну что, вскрываем. Посмотрим, что же у нас в ней. Итак, коробка из плотного картона, что не может не радовать. То есть, не из каташки какой-нибудь. Внутри беленькая. Это очень приятно. То есть, не видно страшного серого картона. Внутри нас встречают, на удивление, пластиковые жетоны. Я редко вижу в играх пластиковые жетоны сходу. А здесь они прям здорово, прям круто. Одна сторона у них матовая, а вторая глянцевая. Но это дело такое, но сразу пластик сходу из коробки. Вау, друзья. Есть вот такая вот карточка с рекламой, судя по всему. Две колоды карт и такой большой планшет. Точнее, такой Z-блок с планшетами игроков и правилами. Планшеты, ну, как и у Хобби Велда, как и у всех, они достаточно тонкие. То есть, я бы все-таки был бы за, чтобы они были сделаны из вот такого картона, как сама коробка. Диктаторы с обратной стороны у нас арт-игры, да. И арт немного отсылает нас к какому-то флагу. Так вот выглядит продажный честный полицейский. Девушка, кстати, не так сильно продажная отличается от непродажной. Вот. Вот, ну, пока игра, то есть, а ну, матовая, что здорово, не будет царапаться. Правила, ого! Вроде бы простая игра. А правил хватает. Очень здорово, причем, правило, из плотной бумаги она не будет этой вот замятий. То есть, ну, не супер плотная, но лучше, чем бывает. Здесь у нас что-то спряталось. Паковали. Так, здесь у нас два комплекта карт. Первый, это четыре вот таких вот, как визитки, двусторонние. А, это подсказки. Такие заламинированные. Ну, четыре. Вообще было бы здорово, если бы их было восемь, друзья. Но здорово. Далее, зеленые карты, 18 карт событий. У всех одинаковая рубашечка. Карточки матовые, достаточно плотные. Так, вот. Сейчас что-то с фокусом происходит, друзья. Закрытие банка, 1 сентября. Тоже политическая штука. Так сказать, будни нашей страны, да. Игра, которая погружает нас в нашу страну и в обыденность. И мы смотрим, можем посмотреть на это с другой стороны, что достаточно необычно. И целая колода карт, 96 игральных карт, 27 взяток, 27 отказов, 15 помощи и так далее. Так, упаковали хорошо. Пленка прям, ну вот, еле рвется. Итак, рубашечка у всех одинаковая. И погнали смотреть. Компромат. Много компромата. Отсылочка к самой игре, да. В игре есть отсылка на игру. Причем, ну, здесь такое покрытие, что, в принципе, даже затираться сильно не будут. Но, возможно, из-за популярности игры, потому что на нее уже у нас охотятся, так сказать. Уже есть человек 15, которые хотят в нее сыграть. Просто игра стояла целых 2 недели на полке, запечатанная, не успевал ее распаковать. И люди меня, прям, Женя, когда ты уже откроешь, хотим сыграть, потому что всем интересна тематика. Поэтому протекторы, в моем случае, придется по-любому. Сколько взяток. А-а-а, много взяток. Взятки, взятки, взятки. Отказ, отказ, отказ. Ну, кстати, можно будет в будущем, в новых версиях, я предлагаю сделать разные картинки на отказах и на взятках, чтобы какое-то разнообразие было. И, возможно, я не знаю, на что влияют эти значки, но тоже, чтобы на некоторых картах это отличалось. Вот такая вот небольшая распаковка достаточно непростой игры. Ну что ж, друзья, вот мы и провели распаковку настольной игры Демократия, где мы нашли целую тонну карт нашего страшного коррупционера и целую гору людей, которые смогут его или свергнуть, или поддержать и захватить власть коррупции. Вот. Но, что меня больше всего порадовало в игре, это пластиковые монеты. Да, они простенькие, но они пластиковые, и это уже очень приятно. Если еще чуть-чуть увеличить размер их, так вообще выйдет шикарно, что более мелковатые. Но это сигнал другим производителям, что можно делать пластик в базе, друзья. Ну что ж, друзья, теперь вы можете подписаться на нас на ютубчике, поставить большие пальцы. Также ссылочки на эту игру будут в описании. И мы есть вконтакте, в фейсбуке, в телеграме, инстаграме, на двух международных сайтах. TCR и BGG. Везде мой клуб «Мир в коробке» или просто «Мир в коробке», потому что каждая игра – это огромный мир в маленькой коробке. Всем пока!